Мародерство российскими военными. Наглая ложь кремлевской пропаганды и ужасающая реальность происходящего. В эфире Нехта и о событиях на этот час. Именно так российская пропаганда представляет себе разминирование. Оператор идет прямо перед сапером. Также удивляет и то, как открыто по российскому телеку говорят о казни безоружных граждан. За последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до 200 человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировала из города и раздрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам. За сегодняшнюю ночь. 93 из них ликвидированы. Места нахождения остальных установлены по пеллингу радиопереговоров. Вопрос их уничтожения — это вопрос короткого времени. Объясняется такое тем, что это были якобы переодетые боевики. При этом обещают расстрелы и дальше. Похоже, теперь любого мирного жителя будут после казни объявлять боевиком. И происходящее — самое, что Нина есть военное преступление, и россияне творят полный беспредел. Вот что говорит жительница Сумской области о времени под оккупацией. Просто нема слов для выражения сказать, что они там натворили. Это изверги. Я вообще не могу подобрать то слово, яке может до них підойти. Зайшли, забрали плазменный телевизор, ноутбук забрали, забрали маленькие носки, трусы, постельные, полотенце, технику всю позабирали, мясорубки, блендеры. Страшная реальность войны проявляется и в том, что родители пишут контактные данные близких на спинах своих маленьких детей. Но и не факт, что удастся дозвониться, ведь оккупанты грабят украинцев. Они забирают драгоценности, мобильные телефоны и наушники. Потом это находят в Беларуси. Я сейчас нахожусь в жилом комплексе Покровский. Здесь была база российских солдат. Вот они тут ели, вынесли все двери абсолютно, во все квартиры. Посмотрите. Мародерли. Все ценное, что можно взять, доставали. Можно увидеть бутылки. Из-под алкоголя очень много. Но поражает другое. Кремль этому содействует, делая все, чтобы легализовать преступления. Поэтому подпутинский Яндекс запускает платформу по продаже поддержанных вещей. Смартфоны, детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта, а также одежду, обувь и аксессуары. И краденые вещи попросту отправляются в Россию почтой. Данные российских мародеров утекли в сеть. Поэтому они начинают получать звонки от украинцев. Алло, Николай Николаевич, здравствуйте. Компания СДЭК по поводу вашей отправки в Уссурис. А что случилось? Ну, наша компания вынуждена остановить вашу посылку, так как поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому мы будем вынуждены вернуть их назад в Украину. Ну, понятно. Ну, я ничего не видел. А тех садистов, которые совершали зверства в Буче, снова возвращают в Украину. Это 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России. Кремль не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, ориентировочно в Харьков. Цель быстрого возвращения этой бригады на территорию Украины – это быстрая утилизация ненужных свидетелей. Передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний к будущих судах. И россияне пытались скрыть преступления своей армии довольно глупым путем. Они жаловались на публикации, которые касаются Бучи в Фейсбуке. Из-за чего алгоритм соцсети начал скрывать все по одноименному хэштегу. В компании заверили, что знают о проблеме и уже все разблокировали. Также в дело вмешались модераторы, а сообщения постепенно восстанавливают. Правозащитные организации массово раскритиковали мета из-за изъятия контента, отражающего реальную ситуацию в Украине. Ведь это фактически доказательства военных преступлений, которые могут увидеть люди со всего мира. Сообщения о том, что Фейсбук и Инстаграм блокируют хэштеги публикаций, связанные со зверством россиян в Буче, стали массово появляться 3-4 апреля. Но далеко не все россияне поддерживают Путина. Одиночная акция протеста под названием «Буча. Москва» прошла в столице России, а в Костроме сломали Z-монумент. Не поддерживают Путина и его близкие. Казахстан не признает ЛНР и ДНР. А ведь это та страна, которую Путин так хотел захватить в январе и ввел войска, согласно договору о коллективной безопасности. Но Такаев быстро выпроводил наглого товарища вместе с остальными странами-участницами ОДКБ. В их числе была и Беларусь, которой сейчас могут закрыть наземную границу с Европой. И беларусы очень обеспокоены этим, ведь в стране до сих пор идут репрессии. Люди эмигрируют из страны, чтобы спастись, и такое решение может оказаться фатальным. Не прекращается поток беженцев из Украины. По данным ООН, территорию страны покинуло как минимум 4 миллиона человек, а в одну лишь Польшу прибыло более 2,5 миллионов беженцев. Все они бегут из-за Путина и его безумной армии. Но под горячую руку, точнее снаряды, попала не только Украина. Российский снаряд прилетел в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики. По информации ведомства, это случилось в порту Мариуполя. Все разгромлено, мостик разгромлен. Кто меня слышит? Пожар машины, есть раненые. Капитан на Международном канале морской безопасности подал сигнал СОС. Вчера попало машинное отделение, ракета. Я не успел уйти. Нам капитан вызвал помощь. Солдаты украинские взялись к себе, предоставили первую допомогу. Все эвакуировались полностью с парохода. Пароход сгорел. Прилетели российские снаряды в цистерну с азотом, в рубежном. Піднявся такой ярко-ярко, такого, иржавого кольору дым. Ця речовина, вона достатньо токсична. Это четко потрапление снаряда в цистерну. Есть у нас уже фото, видеофексація розерваної цистерны. И мы вже з'ясували через там працівники заводу, що там була самая азотна кислота. И с начала вторження управління Верховного комісара ООН по правам человека зафиксировало более 3,5 тисяч случаев гибели или ранения гражданських лиц в стране. 1 430 погибших и 2 097 раненых. Поэтому, чтобы поднять детям настроение, находчивые украинцы разбирают останки вертолета оккупантов. Сказав детям, надо на детскую площадку хвоста спи***ть. Щоб була с Калачова гулять. Щас. И чтобы поставить Путина на место, Евросоюз планирует запретить весь импорт угля из России. Под запрет также попадут российские древесины, цемент, каучук, химикаты, элитные продукты питания, например, икра, и спиртные напитки, включая водку. Также Евросоюз запретит экспорт в Россию полупроводников высокотехнологического оборудования, технологий добычи жиженного природного газа и другого оборудования. Кроме того, российским грузом будут закрыты сухопутные морские пути в Евросоюзе. Под запрет попадут и все транзакции с банком ВТБ и тремя другими российскими банками, которые уже исключены из системы обмена сообщениями SWIFT. Более того, Россия в марте недополучила более 300 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Насколько сильно это ударит по экономике России и уровню жизни самих россиян, узнаем совсем скоро. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не упустить. А по возможности поддерживайте нас на Patreon, ссылки в описании. Слава Украине! Живе Беларусь! Нет войне! Продолжение следует...